Поворачиваем экранчик Все прекрасно поворачивается, все супер Все, можем пользоваться им Друзья, всем привет! Сегодня у меня на обзоре новый навесной монитор с поворотным экраном от компании Avel Модель AVS 1205 MPP номер 01 на операционной системе Android 11 Монитор оснащен 12-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2160 на 1440 пикселей Яркость 400 кандел на квадратный метр, контрастность 800 к 1 Модель получилась довольно шустрой благодаря 8-ми ядерному процессору от ROGCHIP RK3588 С тактовой частотой 1800 МГц Оперативной памяти здесь 2 ГБ, а встроенной 32 ГБ Также модель оснащена встроенными динамиками и FM-трансмиттером Разумеется, здесь также присутствуют и беспроводные интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth, поддержка Miracast и AirPlay Для начала давайте взглянем на комплектацию В комплектацию входит монитор На передней панели у нас есть кнопка включения-выключения С правого торца, если смотреть на монитор, у нас разъемы Это 2 micro HDMI, вход и выход Далее у нас идет разъем Type-C Разъем 3.5 mini jack под наушники И разъем питания для подключения адаптера питания от прикуривателя Модель AV-1212DC Если вдруг по какой-то причине вы не хотите подключать монитор скрытно А также снизу у нас светодиодная полоска с настраиваемыми цветами подсветки Далее провод питания совмещенный с видео-аудиовходом и аудиовыходом RCI тюльпаны Соответственно, 2 тюльпанчика аудиовыхода можно подключить к штатной музыкальной системе Например, через AUX И также можно подключить какую-то дополнительную систему через RCI Но с таким разрешением, конечно, я бы этого делать не стал Лучше воспользоваться micro HDMI Длина провода до тюльпанов 2 метра До питания 2,5 метра Питание стандартное Желтый к аккумулятору, красный к зажиганию, черный заземляем Дополнительно есть также пиновый переходничок Его длина 70 сантиметров Можно его использовать, можно не использовать, если вам достаточно этой длины Данный переходничок очень легко убирается за спинку сидения И не приходится, собственно говоря, протаскивать все это дело через низ То есть проще протащить через опору сверху данный переходник И в него уже подключить основной провод Провод-переходник также с Type-C на обычный USB Для того, чтобы можно было подключать обычные флешки И кронштейн крепления к опорам подголовника Кронштейн у нас с минимальным расстоянием 120 мм между опорами Максимальное расстояние 195 мм между опорами Для того, чтобы его установить, необходимо иметь ключик Torx 15 Либо Hex 3 Шестигранник Соответственно, винтики эти раскручиваем Кронштейн открываем, одеваем на опору, закрываем И закручиваем Либо пользуемся звездочкой Torx 15 Либо шестигранником Трешечкой И копия сертификата о соответствии И также гарантийная карта Инструкцию можно скачать с карточки товара С нашего официального сайта Ссылка будет на нее в описании Если приобретается комплект из двух навесных мониторов То дополнительно, помимо комплектации к каждому монитору Будет также один HDMI провод Micro HDMI на Micro HDMI С длиной 3 метра Поворотный экран автоматически меняет ориентацию То есть, если мы возьмем и повернем его Автоматически ориентация экрана меняется Итак, что касается настроек По настройкам Android я проходить не буду Поскольку давно всем все известно уже Здесь все стандартно Можно шторкой опустить, включить Wi-Fi Включить Bluetooth Здесь у нас есть также настройки Android Можно быстро перейти Также это можно осуществить через приложение То есть, как нам нравится Нас интересуют в основном с вами Нас интересуют в основном настройки стиля Это настройки наших отображений экрана с приложениями Давайте выберем, допустим, такой И, соответственно, в приложениях у нас будет такой стиль Выберем голубенький Выберем голубенький Соответственно, в приложениях будет уже голубенький Мне нравится больше Такой под дерево И далее к заводским настройкам Да, подсветка, конечно же, тоже настраивается Ее можно сделать автоматической И она будет автоматически здесь сменяться Разноцветными такой цветами Либо выбрать один из цветов Также ее можно выключить Тогда у нас подсветочки уже не будет Если она раздражает, без проблем отключается Давайте выберем зеленую Все, зеленая будет гореть И заводские настройки Заводские настройки Пароль 6 нулей Для начала поменяем тему Давайте выберем Вот эту тему С BMW Ну, во всяком случае, очень похоже И настройки логотипа Сейчас сразу посмотрим, поменялась ли у нас тема Да, тема поменялась И теперь нам нужны настройки будут логотипа Для того, чтобы настроить логотип Нам понадобится обычная USB флешка С нашим логотипом И наш переходник Включаем переходник Флешечку Подсоединяем И ждем буквально одну-две минутки Для того, чтобы флешка как следует Прогрузилась Чтоб побыстрее все зашло Так, флешечка у нас прогрузилась 100% Достаточно там буквально одной минутки Ну, в зависимости от того, сколько у вас там всего на флешке Теперь несколько раз тапаем по настройке логотипа У нас открывается такое меню Выбираем Выберите изображение И вот они, наше изображение Здесь у нас, например, выбираем У нас логотипы все подгружены на флешку Вам нужен только конкретно ваш логотип Если не ошибаюсь То в формате BMP Давайте выберем Что-то, что-то, что-то Ну, давайте выберем Kia, например Почему бы нет Нажимаем ОК Теперь флешку можно вытаскивать Она нам больше не понадобится Готова И перезапускаем наш монитор Чтобы убедиться, что загрузочный логотип поменялся на Kia Перезапустить Все Теперь в загрузке у нас Kia Таким образом вы можете, в принципе, выбрать Любое изображение на загрузку И Сделать вид, что это ваши штатные навесные мониторы Все готово Хочу заметить, что мне, например, очень нравится Тема стандартная Чем она хороша? Во-первых, она очень хорошо работает в вертикальном режиме И еще она мне нравится тем, что видео С той же флешки, например Или из галереи То есть, если видео загружено, можно смотреть прямо на экранчике Звук на время пропал Все появилось Продолжает с того же места, на котором остановился При этом можно оперативно плеер развернуть на весь экран Теперь давайте посмотрим, как работают оба экрана В режиме HDMI сопряжения То есть, если вы взяли комплект из двух мониторов модели AVS 1205 MPP номер 01 За основной экран предлагаю взять модельку, повернутую вертикально Первое, что нам необходимо сделать, это выключить мониторы Дабы не подключать наш micro HDMI на горячую Подключаем здесь В мониторе, который мы хотим дублировать Соответственно, к HDMI Выходу HDMI out Второй экран, на котором мы хотим отображать информацию с первого Подключаем Соответственно, в HDMI in Или вход Готово Теперь включаем экраны Экраны включились Соответственно, на втором мониторе Который у нас будет дублировать Основной Нам необходимо зайти в приложение Выбрать HDMI in Нажимаем продолжить И Вуаля Мы дублируем Первый экран На втором Соответственно Давайте его тоже повернем Есть И Теперь Чтобы мы не делали На нашем основном экране Все то же самое Будет дублироваться На втором Так, теперь о разделении экрана Экран делится довольно просто Заходим В приложение Которое нам требуется Далее Нажимаем на наш Квадратик Который показывает Будет нам задача Запущенной на данном мониторе И нажимаем на значок Здесь будет разделить экран Все Выбираем второе запущенное приложение Готово Мы готовы к многозадачности Теперь Давайте переберемся В автомобиль И посмотрим Как легко Установить монитор на подголовник И насколько будет удобен Поворот на экран Итак Сейчас будем устанавливать Навесной монитор Модель АВС 1205 МПП В автомобиль Используем в этот раз Не торкс 15 А Шестигранный ключ На 3 Хекс Выкручиваем винты Обратите внимание Защёлка Которая блокирует Ход монитора Должна смотреть наверх Вот и всё И закручиваем опять Наши винты Вторую руку убери Начни вот с этого Предварительно фиксируем И затем уже подтянем Так как нам нужно Так Регулируем Как нам необходимо Его выставить по центру И протягиваем Разумеется Перед всеми этими манипуляциями Подголовник регулируется Так как должен быть Всё Теперь устанавливаем Монитор Ничего не ездит Ничего не шатается Обратите внимание Зубчиками Вверх Сразу можно заблокировать Его И выставить Так как нам необходимо Если нужен больше вынос Соответственно Разблокируем замочек Делаем вынос больше И настраиваем Для подключения Для подключения мы сейчас Будем использовать адаптер Прикуриватель Модель АВ 12 12 DC Обратите внимание Устанавливаем В разъём Который так и подписан DC Всё Включаем Включаем Монитор Здесь также остался Загрузочный логотип Который мы с вами уже Выставили Кия И монитор работает Сейчас Немножечко его потестируем Посмотрим Как ведёт себя Поворотный экран И на этом будем заканчивать Камера В районе лица Нашего пассажира Поворачиваем экранчик Всё прекрасно Поворачивается Всё супер Всё Можем пользоваться им Как обычным Планшетным компьютером Подключаемся К телефону Соответственно К интернету Через телефон К раздаче Либо К мобильному Wi-Fi роутеру Что мы в принципе Всегда и рекомендуем Ещё протестируем Сейчас Видео с флешки Через наш Переходник Type-C У нас не самый Большой автомобиль Сейчас Находимся В Skoda Rapid И даже здесь Он довольно комфортный Ищем наше видео И запускаем Через видео Проигрыватель Или через галерею Всё Видео проигрывается Можно также повернуть Мониторчик Соответственно Если мы Просматриваем Шорцы Вертикальные видео Где-то в Инстаграме Или в Ютьюбе Очень удобно будет Всё На этом мы завершаем Свой видеообзор Спасибо, что Остаётесь с нами Если у вас остались Вопросы Задавайте их В комментариях Мы на них Обязательно Ответим Все ссылочки Будут в описании Товара Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok